Детерминатные томаты еще называют томатами ограниченного роста. Кто же их ограничил? Сами себя. У индетерминатных растет ствол бесконечно вверх-вверх-вверх до тех пор, пока мы сами его не прищепнем. У детерминатных наступает период, когда шел ствол, вот кисточка завязалась, продолжился ствол, вот еще одна кисточка и все, дальше он не растет. Если вы поспешили, убрали все пасынки, оставили, например, только один ствол или повели в два ствола, то количество кистей, а соответственно и ваших плодов у вас тоже будет ограничено, поскольку томату больше некуда расти и неоткуда взять новые кисти. Так сколько же стволов оставлять у детерминатных томатов? Во-первых, обратите внимание на рекомендации производителя, либо того сорта, который вы выращиваете. Иногда это 4 ствола, 5 стволов, а некоторые вообще не требуют пасынкования. Я ориентируюсь на свои пожелания. Если мне нужен ранний урожай, значит часть пасынков я убираю. Если мне нужны томаты крупнее, значит тоже часть пасынков я убираю. В основном низкорослые детерминатные томаты я выращиваю для консервирования, поэтому слишком крупные и слишком рано они мне не нужны. Я их практически не формирую. Зачастую детерминатные томаты уже изначально раннеспелые сорта и гибриды, поэтому за сезон они успевают и сформироваться, и вызреть, убирая с участка полностью уже отдавшие урожай примерно в конце августа. Убирать пасынки стоит в том случае, если ваши томаты слишком загущены, не хватает солнышка, томаты плохо спеют, либо есть признаки заболевания и нужно, чтобы было хорошее проветривание. Тогда чисто интуитивно можно прорядить и убрать часть более слабых. Но всегда рекомендую оставлять один сверху хотя бы запасной, потому что вот посмотрите, идет стебель, вот он наш основной стебель, завязал кисточку, завязал кисточку и остановился. То есть все, здесь больше плодов не будет, и веточка дальше не продолжится. Спасет ситуацию вот этот пасынок, который тоже выпустит несколько кистей. И здесь аналогично. Я не удаляю еще вот этот пасынок, поскольку как только вот эта кисточка закончится, урожай мы будем собирать вот отсюда. Что делать, если вы поспешили и почти все пасынки удалили? Присмотритесь повнимательнее. Возможно, где-то растет малыш, который будет продолжением вашего куста.